Ну, наконец-то. Это развязка, господа. Я прошу вас остаться. Настасья Филипповна, там бог знает что. Человек десять ввалилось и всех мимо. Пустите! Шампанское? Что это? Сто тысяч. Сдержал таки слова. Видишь? Господа, проходите. Настасья Филипповна, ну что ты, матушка? Как вы думаете, Афанасья Иванович, а не сошла ли она с ума? То есть без аллегорий, а настоящим медицинским манером. Вот это, господа, сто тысяч в этой грязной пачке. Это он торговал меня. Начал с восемнадцати, потом вдруг скакнул на сорок, а теперь и эти сто. Сдержал таки слова. Фу, какой он бледный. Настасья Филипповна. Что такое, генерал? Неприлично, что ли? Да полно форситто. А что я в театре французском в ложе, как неприступная добродетель сидела, да как гордая невинность смотрела, так эта дурь меня доехала? Ну вот же, пришел перед вами и положил сто тысяч на стол. После пяти-то лет невинности. И, наверное, у них там тройки стоят и меня ждут. Во сто тысяч меня оценил. Настасья Филипповна полно матушка, полно голубушка. Неужели ты с этаким вот отправиться хочешь, хоть и за сто-то бы тысяч? А ты деньги возьми, а его прогони. Вот как с ними надо делать. Эх, я бы на твоем месте. Не сердись, Дарья Алексеевна. Я и сама-то понять не могу, как на меня эта дурь нашла. Что я в честную семью войти хотела. Ганечка, я вижу, ты до сих пор еще на меня сердишься. Да неужели ты меня в свою семью вести хотел? Меня, Рогожинскую. А то, что давеча издевалась я у тебя, так это я нарочно сама хотела в последний раз посмотреть. До чего ты сам можешь дойти? Да неужели ты меня взять смог, зная, что вот он. Генерал твой, мне такое украшение дарить чуть не накануне твоей свадьбы. А я беру. А Рогожин? Ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты после этого свататься приехал? Да неужели ты и вправду про тебя, Рогожин, сказал? Что ты за три целковых на Васильевский остров ползком доползешь? Доползет. И добро бы ты с голоду помирал. А ты ведь, говорят, жалование хорошее получаешь. Ты ко всему-то в придаче, кроме позора, ненавистную жену в дом везти хотел. Потому что ты меня ненавидишь. Я это знаю. Ну и бесстыдник же ты. Я бесстыжий, а ты и того хуже. Вы ли, вы ли это, Настасья Филипповна, вы такая деликатная, с такими тонкими чувствами. И вот, какой язык, какой слог. Я теперь во хмелю, генерал. Я гулять хочу. Сегодня мой день, мой табельный. Мой высокосный день, я его давно поджидала. Дарья Алексеевна, ты видишь, вон, того букетника, господина с камелями, месье О'Камелий. Вон он стоит и смеется на нас. Я не смеюсь, Настасья Филипповна, а только с величайшим вниманием слушаю. И за что его мучила целые пять лет и от себя не отпускала? Стоит ли того? Да он просто таков, каким должен быть. Ещё он мне миноватый перед собой сочтёт. Воспитание дал, как графиню содержал. А денег-то сколько ушло? Честного мужа мне приискал. И что бы ты думала, Дарья Алексеевна? Я с ним эти пять лет не жила, а деньги-то с него брала. И думала, что права. Совсем я себя с толку сбила. Ты вот говоришь, сто тысяч возьми, а его прогони, Калимерска. Оно и вправду, что мерзко. Я и замуж-то могла давно выйти не то что за Ганечку, да тоже уж мерзко. А веришь или нет? Я года четыре тому назад думала, а не выйти ли мне в прянь за моего Афанасия Ивановича. Ну, право заставила бы. Падок уж очень выдержать не может. Да потом, слава богу, подумала, стоит ли он такой злости. И так мне мерзко стало, что если бы сам посватался, не пошла бы. Нет уж, лучше на улицу, где мне и следует быть. Или разгуляться с Рогожиным, или завтра же в прачке пойти. Уйду, всё ему брошу. Последнюю тряпку оставлю. А без всего кто меня возьмёт? Спроси вон Ганечку, возьмёт ли? Да меня и Фердыщенко-то вон не возьмёт. Ха-ха. Да Фердыщенко, может, не возьмёт, Настасья Филипповна. Я человек откровенный. Зато князь возьмёт. Посмотрите, как он на вас смотрит. Правда? Правда. Возьмёте, как есть. Без всего. Возьму, Настасья Филипповна. Вот ещё нашёлся. А ведь впрямь от доброго сердца я его знаю. Благодетеля нашла. А может быть, и вправду про него говорят, что того. А чем жить-то будешь, князь, коли так полюблён, что за себя, за князя? Рогожинскую берёшь. Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую. Это я-то честная? Вы. Ха-ха-ха. Но это там. Из романов. Это всё старые бредни, голубчик. А нынче свет поумнел. Да и куда тебе? Жениться за тобой, за самим ещё няньку надо. Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел, вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я сделаю честь. Я ничто. А вы страдали. Вы из такого ада чистая вышли. Это много. К чему вы стыдитесь? Вы с Рогожином ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тоцкому 70 тысяч отдали. Вы говорите, что всё, что здесь есть, вы бросите. Вы бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна. Я никому не позволю слово про вас сказать, Настасья Филипповна. Если мы бедны будем, я работать буду. Настасья Филипповна. Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты. Я не знаю, наверное, но я получил письмо в Швейцарии. Из Москвы от господина Саласкина. И он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо. Да уж он не бредит ли. Сумасшедший дом, настоящий. Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю. Если бы вы позволили мне взглянуть. Да что такое? Что такое? Неужели наследство? Верное дело, господа. Верное дело. Вы получаете безо всяких хлопот по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки миллиона полтора. А, пожалуй, что и больше. Полтора миллиона? Я поздравляю вас с ним. Ой, да, князь! Поздачи! Князь, я вас с общей души! Князь, я вас поздравляю! Значит, в целом деле клинки? А я тогда, чем бы 25 силковых ссудил. Бедняжки! Развязка неожиданная. Я не так ожидаю. С Богом, матушка! Нечего пропускать. Фантасмагория, да и только! Ну, поздравляю. Вина! Поздравляю! Берите вино, господа. Сознащите. Вот, что нам и надо. Ваше здоровье! Позвольте. Прошу вас. Поздравляю вас, князь. Ну, поздравляю. А вас? Князь, садитесь под ума. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Ну что же вы, господа, поздравьте нас с князем. Ура! 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 Вот, что ты. Голубчик, опомнись. Нет, генерал, я теперь и сама княгиня. Слышали, князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте меня. Я теперь с вашей женой везде рядом сяду. А как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? Полтора миллиона, да еще князь, да говорят, еще идиот в придачу. Чего же лучше? Вот только теперь и начнется настоящая жизнь. Опоздал, Рогожин, убирай свою пачку. Я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя. Отступись, князь. Отступись. Это для тебя-то отступиться. Ишь, деньги вывалил на стол, мужик. Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился. И я беру. Сейчас беру. Отступись, князь, я беру. Сейчас беру, сию минуту. Я беру. Отступись, князь. Отступись. Да отступись. Князь, отступись. Слышишь, князь, как твою невесту мужик торгует? Он пьян. Он вас очень любит. А не стыдно тебе будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Мы в лихорадке были. Вы теперь как в лихорадке. Вы как в бреду. И не постыдишься, когда тебе скажут, что твоя жена у Тодского в содержанках жила? Не постыжусь. Мы не по своей воле у Тодского были. И никогда не попрекнешь? Не попрекнул. Ну, гляди, князь. За всю жизнь не ручайся. Настасья Филипповна, я вам говорил, что за честь приму ваше согласие. И что вы мне честь делаете, а не я вам. Вот вы на эти слова усмехнулись. И кругом, я слышал, тоже смеялись. Я смешно, может быть, очень выразился. Я был сам смешон. Но мне казалось, я понимаю, в чем честь. Уверен, я правду сказал. Вы же себя сейчас загубить хотели безвозвратно. Потому что вы никогда потом, вы не простили бы себе этого. А он ни в чем не виноват. Вы горды, Настасья Филипповна. Но, может быть, вы уже до того несчастны, что вы в самом деле себя виновную считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал. Я точно знакомое лицо узнал. Мне показалось, вы меня уже звали, как будто бы. А я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна. Вот так добрый человек. Спасибо, князь. Со мной так еще никто не говорил. Меня все торговали. А замуж никто не сватывал из понятышных людей. Слышали, Фанасий Иванович? Как вам все покажется, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди, уходите. Я, может, с тобой еще отправлюсь. Ты куда меня везти хотел? В Екатеринго! Это Содом. Содом! Да что ты, что ты, матушка, с ума, что ли, сошла? А ты и впрямь думала? Это кого младенца сгубить? Это Афанасий Ивановичев пору. Это он младенцев любит. Едем, Рогожин, готовь свою пачку. Неужели вы уедете? А ты думал, нет? Ты меня совершенством называл? Хорошо, совершенство. Что из одной похвальбы миллионы княжества растоптала. И в трущобу идет. Ну какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а я ведь миллионы в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч, за счастье выйти сочту? А теперь я гулять хочу. Я ведь уличная. Я 10 лет в тюрьме просидела. Теперь мое счастье. Ну что же ты, Рогожин, собирайся, едем. Едем. Вина? Вина! Едем! Да что ты орешь! Я еще не взяла с тебя денег. Где они? Давай сюда! Фу, какая мерзость. Смотри, князь, как твоя невеста. Деньги взяла, потому что она распутная, а ты ее брать хотел? Что ты плачешь-то? Горько, что ли? А ты смейся. Смейся, как я. Время не верь, все пройдет. Лучше теперь отдуматься, чем потом. Потому что ты потом бы презирать меня стал, и не было бы нам счастья. Нет, нет, не клянись, не верю. Лучше простимся по-доброму. Господи, разве же я о тебе не мечтала? Мечтал еще у него в деревне. Бывало, мечтаешь, мечтаешь, думаешь, думаешь. И все вот такого, как ты его оброжала. Доброго, честного, хорошего. И такого же глупенького, который придет и скажет. Вы не виноваты, Настасья Филипповна. А я вас обошаю. Вы мало так размечтаешься, что с ума сойдешь. А потом приедет вот этот. Обозорит, разобидит, развратит, распалит и уедет. Так тысячу раз в пруд хотела кинуться. Да подла была, души не хватало. Ну а теперь... Рогожин готов? Готов, Радость. Готов, королева. Тройки ждут с колокольчиками. Давай деньги. Рогожин, это мои деньги. Твои, Радость. Ведь сто тысяч. А теперь, Ганя, полезай в огонь. Но с голыми руками и рукава отверни. И тащи пачку из огня. А я на твою душу полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Вытащишь вся пачка твоя, все сто тысяч. А не вытащишь, так и сгорят. Я не шучу. Это ведь мои деньги. Я их за ночь у Рогожина взяла. Ну, полезай. Не связать ли нам ее? Матушка Милостива, сто тысяч. Сто тысяч. Стану, видел, при мне, упаковывай. Матушка Милостива, повери мне в камин. Весь в лесу, всю голову свою седую в огонь вложу. Больная жена без ног. Тринадцать человек детей. Все сироты. Отца схоронил на прошлой неделе. Голодный сиди. Матушка Милостива, королевна всемогущая. Настасья Филипповна. Прочь. Не подходи. Вот это по-нашему. Вот это королева. Ну что, кто из вас в Мазурике такую штуку сделает? А? Ну что же ты стоишь? Сгорят, тебя же застыдят. А после повесишься, я не шучу. Сгорят, тебя же застыдят. Я вам говорил, что колоритная женщина. Матушка, голубушка, огонек пошел по-заму внизу. Я зубами выхучу. Заодно только тысячу. Черт возьми, все сгорит. Все сгорит. Ну полизай, полизай, вон воронежка. Все сгорит. Все сгорит. Обморок! Катя, спирту! Настасья, ты липом! Вытащите же, сгорят! Даром же сгорят! Настасья, ты липом! Деньги-то сгорят! Деньги немалые! Ну! Цела! Цела, всё. Разве только ты, щёночка какая-нибудь, мы испортилась. Остальные все целы. Все деньги – его. Слышали, господа? Рогожин, едем! 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 Прощай, князь! А пом, в брови! Ты видишь, какая она? Как отец говорил! Вика Черенго! Пошёл! 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 Вика Черенго! Пошёл! Рогожин, погружай. Субтитры создавал DimaTorzok